Вовремя не платите за коммунальные услуги, можете лишиться личного имущества. Представители исполнительной службы провели очередной рейд по должникам, которые живут уже в Тневом районе. В нем принимали участие и наши корреспонденты. В этот раз представители исполнительной службы пришли к должникам, которые живут по улице Украинской. В списке исполнителей несколько десятков адресов. Средняя задолженность за коммунальные услуги этих жильцов перед проезжей 2 около 4 тысяч гривен. И тысячи гривен, 2, 5, 9, 15 тысяч. Сумма разная. Проводить подобные рейды довольно сложно. Сознаются представители исполнительной службы. Ведь, как правило, люди сразу же идут на конфликт. Не 10 раз повторять. Люди, а 10 раз надо повторять? Я спрашиваю. Да понятые. Да мне все равно на гольфе. Разнятые, понятые. Тяжело попасть в квартиру с отсутствием должника или изменяют место жительства, не уведомляя исполнителя. За время рейда исполнители обошли более 10 адресов. Однако хозяев, на чье имя оформлена квартира, застать дома не удалось. Одни переехали, другие сдают комнаты, а сами живут в другом месте. Мне нужно шипово, а не на роман. У нас здесь не живут. В таких случаях исполнители оставляют повестки и стараются в кратчайшие сроки разыскать должников. Оставляем повестки, спрашиваем соседей, узнаем по адресным бюро, может где-то изменил место прописки, место проживания. В исполнительной службе говорят, что к должникам вернутся позже. И в любом случае взыщут задолженность за коммунальные платежи. К слову, на 1 мая долг жильцов перед Прэжа-2 составляет около 10 миллионов гривен.